Добренького всем времени суток, уважаемые леди и джентльмены. Вы находитесь на ютуб канале Боттербин ТиВи. Сегодня я хочу показать вам игру, которая называется Демон Хантер. У меня в этой игре все складывалось хорошо до того, как я запустил этот эфир, эту трансляцию. Как только запустил, наткнулся на босса, которого ни хрена я не могу победить. Давайте сперва перед этим боссом мы немножко разогреемся. Я вам покажу, как проходится обычный уровень. Ну а потом уже попытаюсь вместе с вами разом может с 10-го, с 15-го завалить этого босса, если конечно у меня получится. Не знаю точно. Играем мы за натренированного атлета с таким вот очень внушительных размеров мячом. Выглядит он как двуручный, по сути таковым и является. Но наш протагонист настолько могуч, что может обращаться с этим мячом как с зубочисткой даже одной рукой. И ничего не могут ему предложить в качестве какой-то опасной, так скажем, меры воздействия на нашего героя. И его противники, которые, так скажем, можно так сказать, рядовые противники, ничего не могут противопоставить. Даже если вот я играю абсолютно не задумываясь об опасности сейчас, просто бесконечно спамлю своих врагов атаками, не изощряясь, даже не прыгаю, не ухожу от удара. У меня магию я начал применять только вот ближе к концу этого раунда. Поэтому абсолютно безо всяких напрягов я прохожу обычных мобов. То есть бойцов низкого уровня пройти здесь не составляет никакого труда. Даже те чувачки, которые летают, их тоже очень-очень легко одолеть и никакого напряга абсолютно. В отличие от этого грёбаного босса. До этого я проходил босса и прошёл его, скажем так, весьма и весьма ненапряжно. Ненапряжно это было и не могу сказать, что я как-то там боялся, напрягался, что-то как-то всё это проще паренной репы прошлось. Ну, сейчас прошёл не совсем уверенно, мало было жизней, но это всё потому, что во время того, как играл, разговаривал, во-первых. Во-вторых, ну, скажу, как оно есть, не особо старался, потому что был уверен, что пройду всё запросто. Поэтому тут не приходится говорить о том, что какой-то напряг испытал. Да, были уровни, в которых действительно приходилось как-то выкладываться, что-то там выдумывать какие-то стратегии, но это не тот уровень явно. Вот он босс, босс, которого я не могу пройти. Эта падла кастует заклинания вокруг себя, кастует заклинания перед собой, призывает какие-то гробанные черепа, призывает помощников, приспешников, раздваивает себя чаще, чем этого хотелось бы. В общем, как бы, чтобы его победить, нужно, во-первых, как бы обнаружить, где он, где эта падла скрывается, так скажем, чтобы его как-то ударять, наносить ему какой-то урон и как-то его напрягать. Падла, та ещё, я его ни разу не побеждал, это, ой-ой-ой, вот, вот она, вот она, вот он тот момент, вот это сволото, ай-ой-ой-ой, как, нехорошо, нехорошо, нехорошо получилось. Вот сейчас я попытаюсь его магией взять как-то, но, видите, он меня достаёт, достаёт регулярно. У него, у козла, две попаскуды и полоски жизни, это очень плохо. Ну, правда, до этого я играл, я не применял лечебные флаконы, поэтому, возможно, и не мог его победить. Сейчас, играя вместе с вами, эти лечебки я применять, конечно же, буду, ай-ой-ой, потому что иначе, иначе мне его не победить. Как видите, заговорился, забыл про жизни, поэтому ретритимся, как говорят, на жаргоне игроки. Да, вот я какие-то сапоги добыл тут. Оп, 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 мизантроп. Так, черепашку надо уничтожить. Черепашка, это я так называю черепа, черепашки. Так, 773 единицы жизни и 773. До босса дошёл, без единой царапинки, как настоящий мастер. Ну, а на боссе придётся немножечко, наверное, всосать, потому что парнишка весьма и весьма серьёзный. Вот он меня на черепушку поймал. Вот он поймал на черепушку, это его любимое занятие. Ловить меня на черепушке. И черепушки наносят невероятно огромное количество урона. Об этом вот то-то-то-то-то-то-то-то-то. Вот оно, вот оно, то самое заклинание, о котором я вам говорил, которое он кастует вокруг себя. Ой-ой-ой, какой, какой колоссальный урон черепом. Всё, приходится, ребята, пить бухло. Имеется в виду, точнее, не бухло, а те, которые, те флаконы с живительной влагой, которые помогают нам восстанавливать определённое количество жизней. Отходим на дистанцию. Применяем флакон, применяем ещё один флакон. Очень удачно, удачно применили. И попал я по-настоящему магу. Вот опять, вот опять я, опять я по-настоящему магу попадаю. Нет, вру. Это была его копия. Копия, значит, может тоже кастовать очень сильное заклинание. И, ой-ой-ой, и вот эту лужу вокруг себя тоже копия делать, как я понял, может. И очень хорошо у него это получается. Ой-ой-ой-ой, какой, какой, ой-ой-ой, вот это да, вот это урон. Да, ребятки, это не, ох ты, это не просто. Ой-ой-ой-ой, ой, как, как я начал, как я начал сильно ошибаться. Как я начал сильно ошибаться, поверил в себя, признаюсь. Очень, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ох, ах. Всё, весь видос будет состоять из ой-ой-ой, ах, ах, ох. Не хочу, блин, ребята, не хочу усиливать оружие. Хочу пройти как есть эту скотобазу. Давайте немножечко остынем и пройдём предыдущего босса. Я сейчас на него зайду. Вот я сейчас выйду в меню кампании. Зайду на, вот он. Вот, ребята, это предыдущий босс. Вот так он выглядит. На мини-картинке вы могли это заметить. Ну, а сейчас я покажу его вживую. И покажу, насколько, насколько велика разница в этой игре между боссами, с которыми нам приходится встречаться. То есть, вот этот босс, он выглядит очень крупным. Видно, что мышцы у него как у гориллы. То есть, этот полудурок обладает колоссальной физической силой. Может нас размажить. Но он настолько медлительный и предсказуемый, что не составляет абсолютно никакого труда уйти практически от всех его атак. Опять же, сражаюсь неосторожно и полностью уверен в своей безнаказанности. Даже я в этот раз не буду применять полоски, точнее, простите, флаконы для восстановления полоски жизни. Рискнул. Да, рискнул, но, как видите, первый босс ни о чем. Ни о чем. Я могу зайти в инвентарь. Как уже говорил ранее, в основном меню присутствует кнопка инвентаря, в которую мы заходим. Вот сейчас я... Ну, давайте уже, ладно, закончим это задание и потом просто вернемся в меню. Так вот, в меню есть кнопка инвентаря, где мы можем без особых усилий, без труда пойти и апнуть, проапгрейдить то оружие, которое есть у нас в наличии. После апгрейда оружия мы, я думаю, того босса, с которым я сражался, одолеем без труда, потому что уже на ваших глазах я почти его сумел победить. Почти не считается, поэтому надо захерачить. Не хочу, опять же, повторюсь, что это неинтересно, неспортивно улучшить оружие и пройти босса. Это, ну, как-то, ну, не знаю, не хардкорно, неинтересно. И просто прийти и убить его с пяти ударов прокачанным мечом, а я это смогу сделать, потому что с самого начала игры, именно до второго босса, я не потратил ни единой копейки на апгрейд. То есть, все ранги и все уровни, которые у меня есть, я их заработал без прокачки. Вот, идем, идем опять на босса. Здесь у нас ледяные бомбы есть, есть огненные бомбы. Но почему-то я не могу понять, по какому принципу они экипируются. Вот я удаляю, экипирую, что-то нихрена непонятно. Ну, ладно, окей, все, погнали. Тут какие-то нам надо собрать награды. Я не знаю, опять же, на что она влияет. Персонажа не оружие, а именно персонажа пытался прокачать, но нихрена не смог, потому что не разобрался, как это делается, не стал вникать. Мне почему-то в этой игре показался интересен именно сам игровой процесс, поэтому я не стал как-то делать упор именно на то, чтобы разобраться в прокачке, потому что я прочитал в описании, что якобы, вроде как, в этой игре платные уровни. Ну, как я понял из описания, может быть, ошибаюсь. Это мое предположение. А также там платные персонажи за реальные деньги. Я подумал, что если игра меня заинтересует, то, может быть, я что-то там буду думать, как ее, как бы, там, что-то пройти, там, донатить, не донатить, опять же. Также эта игра была доступна в премиум-издании. Ну, точнее, может быть, не сама игра, а какая-то ее вариация, что ли, в Google Play. Я видел, что есть некое издание, где написано премиум, и это издание было когда-то за деньги. Разработчик, судя по всему, решил сделать такой интересный ход, такую вот замануху, то есть он платную игру раздавал бесплатно сразу, а потом он ее начал продавать, когда игроки бесплатно ее уже хреновую тучу раз скачали, потом она стала платной. И таким образом он, как бы, имеется в виду разработчик, показывает людям, мол, смотрите, как скачивают мою платную игру. То есть она была доступна бесплатно. Но сейчас с введением санкций в России и в Беларуси, ни в России, ни в Беларуси, то, что было куплено ранее за свои кровные денюжки, скачать нельзя. Хотя оно доступно. Пишут, мол, скачать кнопка в Google Play есть, нажимаешь, и появляется сообщение, мол, скачать нельзя. Есть какие-то там пляски с бубнами, что-то там VPN, говнены. Я это все пробовал, ни хрена не помогает. Оказывается, там надо менять страну, брать карточку другой страны, покупать там виртуальную. Ну, то есть плясок с бубном больше, чем просто VPN. Просто VPN скачиваешь. Да, покупки доступны, но покупки отклоняет сама карта. И даже если вам удастся что-то купить, вы это не сможете скачать. Поэтому не стоит баловаться. Возможно, покупать Google Play игры или какие-то, я не знаю, донатные моменты можно делать на каких-то сторонних ресурсах. Но я не стал рисковать. Просто не стал рисковать. Почему? Потому что у меня так получилось сделать только с одной игрой. Это игра, блин, не помню, к сожалению, как называется. Очень интересная игра про подземелье, где мы можем выбирать одного из героев, выполнять различные задания. И после выполнения этих заданий мы прокачиваемся. В общем, система, как это называется, рогалик, что-то такое. Ну, в общем, меня почему-то та игра приколола. Я маленько задонатил. И вот все. И это единственное, что после ввода санкций я как бы рискнул, так скажем, оплатить. Вот все. Больше я ни хрена не рисковал оплачивать. И никому это не советую делать. Почему? Потому что неизвестно. Именно я имею в виду через Google Play. Неизвестно, сможете ли вы скачать то, что оплатили. Не сможете. Поэтому рисковать своими денежками, конечно же, не стоит. Вот как я сейчас скачал бесплатную версию той игры, которая была когда-то, как я уже упомянул ранее, доступна, типа как в платном варианте. В общем, все. Я думаю, что достаточно тут наиграться. Может быть, есть туда какие-то платные дальнейшие уровни. Если вас приколит, если захочется пройти, и, конечно, рискнуть можете купить, но я бы не рекомендовал этого делать. Не знаю, решусь я сам на такое или нет, но Стравый Рассудок мне как бы советует людям, окружающим этого не делать. Не стоит, не стоит оно того. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, я уже начал верить в себя. Опять, ребята, опять я начал верить в себя. Пока вот с вами разговаривал, получилось нанести бешеное, просто несанкционированное какое-то запредельное количество урона, но все же удается этому ублюдку меня одолеть. Вот, опять же, как я говорил, экипировку не хочу апать. Вот захожу в скиллы, в скиллах, типа, как бы тут можно что-то апать. Вот я не знаю, что за шарм. Вот повреждения какие-то тут. Я не знаю, что это за хрень. Как она работает. Вот, допустим, вот я пытаюсь что-то экипировать, но ни хрена не экипируется. Что это? Как это работает? Вообще непонятно. Сверху вниз. А, я просто местами меняю эту хрень. Ясно, я понял. Я понял. Да, действительно. Да, я просто меняю заклинания места. В общем, как эти заклинания качать? Непонятно. Вот тут есть какие-то еще слоты, какие-то пассивки. Выбрать все. Не выбирать. Убрать, не убирать. В общем, качается тут что-то или нет. Вот какие-то комбо атаки показаны. Здесь, возможно, как-то можно что-то варьировать. Но, блин, говорю вам, ребята, тем не менее, несмотря на все эти возможности что-то там прокачать или не прокачать, очень, очень хочется пройти как бы без каких-либо улучшений экипировки. Чтобы оружие имело такую же силу, вот с которой я пришел на босса. Именно имеется в виду с этой силой оружия. Вот чтоб она такой и оставалась. Вот так хочется пройти. Не знаю. Некий вызов, что ли, себе такой вот я придумал. Вот хочется мне с этой икру извратиться вот именно таким изощренным методом и пройти ее вот в таком ключе, как я себе задумал. без улучшения брони или своего доблестного клинка. Оп, оп, мизантроп. Опа, опа, опа. Вот совершаю ошибки, совершаю ошибки, за которые приходится, приходится страдать, страдать, страдать. Надо чаще уворачиваться. Вообще, я так понял, проблем тут никаких не будет, если просто-напросто вовремя уворачиваться. Все. Вообще тут никакого мега разума не требуется. Просто из-за спешки получается хрынь. Вот он, падла, двоится, двоится, скотобаза такая. Давай мы сейчас его траванем маленько. Вот, вот, траванем, траванем козла. Просто, просто потушим дурачка путем магии. Вот, выпил бутылку со смесью, которая позволяет тканям нашего тела регенерировать на сказочно запредельном уровне. Череп взорвался, нанес очень много урона нашему персу. О-хоу. Вот это был знатный запуск. А как ты скажешь, если я тебе в ответ козлу запущу? Что ты, как ты это прокомментируешь? Подлая ты, мразота. Оп, оп, оп. А заморозочку не желаешь? А? не желаешь давай давай а я вот возьму и опну себе житухи ну что не ожидал не ожидал гаденыш ты такой ох не потому я попал не потому сейчас может быть восстановится заклинание каким-то непостижимым образом вот он черепа черепака стоит череп взорвался но в этот раз дружище моего протагониста не зацепил ох 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 ну что ж ты делаешь падла он дурит дурит как-то непостижимым образом мое заклинание о поп-оп-оп-оп-оп а я ей уходи 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 ай ну ты пёс конечно но ты пёс реальный пёс а собака ты смотри а совсем чуть-чуть осталось дурачку и моему и ему тут два дурачка один хочет победить а другой запрограммировал на то чтобы первый дурачок не победил его потеряем время на всякую хрень блин совсем чуть-чуть осталось что делать вообще не знаю ах не долетела не долетела заклинание моё уходим 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 мастерски уй-й-й-й-й-й-й-й-й вот я сам нарвался сам нарвался почему потому что поступил как остолок надо было просто выдерживать время дистанцию все ребята сейчас буду валить жесточайшим образом жалко только что потратил все ледяные сферы на тот поединок мог бы мог бы конечно я это более грамотно все провернуть но придется довольствоваться тем что есть одна ледяная сфера у меня осталось всего лишь и надо как-то этого заклинателя этого мага ловить ловить на этом то есть ух ты блин что же я натворил опять а как же так бездумно бездумно просто ну что я делаю что я делаю ребята что я творю я все все абсолютно все флаконы с жизнями сожрал на попытки победить этого хрена что ж возможно возможно придется мне покупать новые флаконы за бабки которые заработал честным трудом проходя уровни ну что-то вообще сейчас бездарно максимально бездарно сейчас мы смотрите пойдем в магаз вернемся в магаз если он тут есть если есть возможность купить вот даже даже нихрена и покупать не пришлось а вот бомбочек нету а вот бомбочек к сожалению нет в наличии поэтому придется идти без них ну в принципе с другой стороны без бомб получалось что-то сделать вот смотрите насколько тупорылый лучник что он просто стоит на месте и увернуться от его стрел не представляется вообще никакого труда и это можно сделать там чуть ли не завязанными глазами но настолько безопасны все мобы но этот я не знаю почему он меня заставляет так потеть почему это происходит я не знаю но он не сложный босс я все его механики знаю маленькие черепа большие черепа раздвоение разведение магического костра под собой все ничего сложного нету вообще почему я так страдаю на нем я не знаю блин вот просто все нарезай из него нарезку и все блин даже не зацепил обратите внимание сейчас он меня вот ну никакого труда вообще айты твою налево блин цепанул чуть-чуть чаще глядишь без флаконов пройду это будет вообще финиш не ну без флаконов это махану конечно мизантроп ой тут уже хотел сказать без флаконов а тут уже два пришлось сразу выпить а то еще сейчас гляди и 3 придется да действительно ну получалось все в начале просто хренеть как вот надо было черепов увернуться и знал как это сделать я ребята прекрасно знал знал как он кастует вот опу вернулся даже по моему от лужи увернулся от этой кончено и вода опа ну что-то я в этот раз ему совсем урона не нанес я даже не снял у него первую полоску жизней первую полосочку хп шик его этих несчастных ну все сейчас придется падать ребята вот сейчас мне придется падать позорно переначинать уровень заново потому что видел я уже что кинулся он кастанул как раз я не понял что расстроился или мне показалось или это у меня уже перенапряжение троится в глазах еще за хрень творится вообще что происходит ай-яй-яй-яй-яй-яй черепашка черепашка меня зацепил с волота так все готово отлично разобрались приспешниками сейчас уже самого босса будем наказывать ну или он будет наказывать меня в разных позах причем так эх сцепанул собака злая о настоящего нашел настоящего эй а как это он и черепа и такие черепа одновременно применяют он так раньше не сделал что-то я не припоминаю такого а как ты а что насчет магии скажешь в твой адрес как ты это прокомментируешь а то только ты магию применяешь до такой грамотный чувачок о ее и ну как я на лужу на эту постоянно попадаюсь одно и то же ну что ж ты будешь делать ушел ну не нет терпения у меня просто ребята я понял все прекрасно понял у меня просто нет терпения его победить не сложно не сложно его одолеть у меня просто не хватает серпячки вот и все в принципе поздравляю ребята преступление раскрытой ай ай ах ты ну что ж за бездарное поведение с моей стороны так ушел хорошо красиво ушел у я его нокаутировал даже смотрите ну типа состояние крокки вел его как говорят в боксе во время каста я как-то что-то с ним сделал чё это такое было еще без понятия ой-ой-ой-ой-ой ну давай магию-магию-магию-магию применим по нём вау а как это он успел меня так продамажить хорошенько продамажил продамажил он меня хорошо продамажил да ребята я вот говорю просто терпение и труд все перетрут в этом боссе все что в нем есть он однообразный ничего сложного в нем нету это я в первую очередь не вам говорю о себе что он однообразные ничего сложного бы но реально вот бояться абсолютно ничего он он ну тупой просто тупой босс которого просто надо вот ну чисто терпячкой терпячкой его можно просто завалить и все да он наносит урона до хрена он может да там кастануть и все блин а вам нанести кучу урона там через лужу или этими черепами которые вот они замирают я про большие черепа все ему трендец мне кажется в этот раз он точно не выживет готов ну я же говорил все завалил я его смотрите в какой пафосной позе стоял наш крепкий охотник мужчина вот вроде и стройный такой да ну максимально крепок что там с сапогами почему не предлагают экипировать сапоги сразу дают следующий уровень что это обычно предлагают те шмотки которые ты добыл в бою их предлагают обычно применить сразу то есть его перны это что такое ну ни хрена себе вот это первый моб колесо какое-то а прикиньте если таких колес будет штук 5 например что-то надо делать так ну ладно этого кое-как разнес но тут уже наверное без усиления оружия вообще не судьба будет пройти но сейчас мы этот уровень пройдем выйдем и ах ты собака ты чё что так это как он сбил как он мог сбить меня если я увернулся и контратаковал опа ну они хотят наверное чтобы я подпрыгивал от этого босса колесного видимо наверное это так работает а ею и о ею и о о оп 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 вот сейчас я вам сейчас вам покажу насколько тут тупорылые лучники опа ушел смотрите дальше смотрите дальше а сейчас даже менее чем 10 шагов тут об ушел они медлительные вот но тут попался попался сам виноват ну все тут как бы ничего сложного с лучниками ничего сложного вообще нету все просто не понял а это что у нас было сейчас такое интересно это я про какой-то появился типа мага что-то интересно интересно так мои любимые чувачки с топорами да да типа что-то типа мага появляется вроде таких я мобов не видел раньше или мобов как правильно пишите в комментариях мобов или мобов вот как говорят фортнайте некоторые блогеры строим рампу но насколько я знаю рампа все таки не рампа а рампа наверно знаю почему они так говорят мне кажется они говорят не совсем корректно так давайте экипировочку посмотрим вот можно сделать кстати здесь автоэкип который позволяет нам экипировать на себя максимально сильные шмотки вот смотрите сейчас на мне кираса которая дает двести один общий уровень прочности перса а это кираса дает 204 но при этом при этом хп-шку она снижает снижает на получается пять единиц почему-то написали а ну да так и есть но мы можем эту кирасу апнуть вот которую мне которая выпала там с босса или откуда она там появилась в общем так по сапогам чем мы имеем почему-то сапоги мне не предложили одеть какого-то хрена хотя они намного круче тем чем те что на персонажи в общем такая вот ребятки игра часа вам покажу что тут платная что тут у нас платная сейчас мы продемонстрирую возвращаемся в основное меню из меню компании тут показывает нам сентябрьском обновлении какие изменения были и так значит вот какая-то хрень мистический магазин какой-то тут у нас здесь какие-то карты нужно применять на то чтобы приобрести вещи я так понял что некоторых карт у меня просто-напросто нету так какие-то сапоги купил тут и хер поймешь в общем это я так понял ожерелье которого у меня нету да ну давайте будем это приобретать за эти карты что-то тут у них имеется в наличии в магазинчике я бы конечно хотел какое-то клевое оружие но не попалась не попалась клевое оружие в общем и так я обещал вам показать что что-то у нас вот шоп смотрите чего я откопал здесь вот тут есть какой-то него паса за 3 бакса имеется также какой-то пас компании за 7 баксов для кого эти цены вообще ну не для беларуси точно так дальше что-то действует какие-то тоже паки но тут свободно можно что-то выкружить нужно что-то свободно выгружить вот я выкружил недельный какой-то свободный основу я я пока с этим совсем не разбирался конкретно меня интересовал игровой процесс он меня увлек немножко я поиграл все больше ничего я тут пока что интересного не заметил вот еще есть платные персонажи как только их тут найти вот премиум мы можем взять вот премиум за 7 дней также это так мистический магазин может здесь были с вами вот костюмы костюмы можно приобрести пожалуйста вот такие вот есть вот немножко вот этот костюм вот этот он похож на ван хельсинга на максимал как такое знаете кепочка тут такой вот есть костюм такой оля лорд из конца 18 начала 19 века это какой-то там темный мрачный рыцарь это какой-то король какой-то 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 король так а здесь у нас что имеется светлый паладин но это уже я не знаю какой-то супер мега прокаченный чел получился у нас пишите в комментариях сколько раз за стрим произнес слова какой-то так с квест чё тут по квестом вот не знаю беру какие-то награды зачем я их беру какая цель как качаться что знаю только как оружие качать все больше ничего не знаю дальше я вам обещал показать персонажей доступных в магазине а я их видел сейчас почему-то я их не вижу тут какие-то имеются фрагменты тут вот у нас броня имеется на черепушку вот единственное что мне не нравится в экипировке когда мы одеваем на голову персонажа что-то внешний вид его абсолютно не меняется и это мне не нравится можно выковывать предметы привет вам ребятки из диабла диабл рукой машет и говорит здорово я намекаю на харадримский куб если кто-то не понял так опачки наконец-то у меня появилось ожерелье ей она дает нам бонус золото на 10 процентов и шанс выпадения предмета на 10 процентов тоже дает она еще хотелось бы отметить что было бы неплохо перевести игру на русский потому что не совсем удобно играть о наконец-то я нашел нашел наверное где можно да где можно найти платных персонажей вот они пожалуйста 3 бакса стоит вот это женщина ты что тут пишет ты должен очистить 22 ранг для открытия этого характера то есть их можно купить как за валюту так и как-то каким-то образом открыть дальше вот этого крепкого старика мы можем взять если чё-то тут какой-то ранг выполним чёт какой-то хрень короче надо выполнить чтобы его добыть девушка которая владеет огнестрельным оружием стоит аж 7 баксов так как крепкий старик 6 долларов стоит вот этот самый дешевый точнее вот это самое дешевое дальше приглянулась мне еще и эта девчина но она тоже тут что-то требует от нас дальше вот этот вот юноша мне понравился невероятно я очень его захотел взять но извините меня 7 долларов 95 центов это что-то как-то многовато w ранг 4 мог ну короче вообще и первый персонаж который у нас изначально он тоже выглядит весьма и весьма внушающе также можно как вы видели изменить его внешний вид путем добавление каких-то визуальных элементов в костюме которые показывал вам ранее и поэтому все смотрится очень и очень впечатляюще вот опять же здесь мы имеем мастерство персонажа тоже возможно если я буду как-то каким-то образом перса своего прокачивать может быть он будет менять внешний вид по крайней мере мне больше не этого хотелось но челлендж челлендж нельзя нам пока добраться до челленджа потому что мы видимо очень мало прошли тут я так понимаю имеется пвп какой-то контент ребятушки да тут пвп контент есть это прикольно было бы интересно зарубиться 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 в пвп ну вот тут миссия у нас идет на опыт давайте попробуем еще миссию эту пройти не знаю получится не получится новую дернемся дернемся опять же я нихрена не качал только ожерелье отдел по-прежнему прошу заметить я ничего не прокачиваю никакие клинки ничего все прохожу по частику вот единственное что только мне эти колеса не нравятся их конченые это блин вообще не радует как-то совсем не айс чет чет как не айс чет не айс как-то чет не айс чет совсем не айс дэнчик дэнчик что-то тяжело мне как-то ну вы поняли да когда колеса эти выпадают втроем довольно таки не просто их замесить не знаю что там по звездности вот три звезды далее а здесь уже вот мы от фигачили босса это первая глава вот первая глава потом у нас идет вот вторая глава надо 50 ключей там ранг какой-то иметь за плечами дальше завершить нужно еще третью четвертую вот опять же не знаю платно это все контент этот или нет 6 7 8 9 это это еще недоступно контент бен аптейт то есть разработчик еще наверно не внес девятую десятую главу до пишут комменсон то есть скоро будет скоро появится ждите верьте надеетесь говорит нам разработчик и мы надеемся что он все-таки когда-нибудь доделай девятую десятую главу мне игра в принципе нравится обожаю рубить монстров здесь и остановиться очень тяжело хочется делать это снова и снова да есть такие немножко скучноватые моменты когда появились вот эти вот нпс колеса колеса мне как-то чё-то вот но не знаю полен что-то какие-то не скучные напряжные какие-то не совсем интересно с ними сражаться да они опасны да есть такая тема но блин скучновато скучновато вот конкретно колеса как-то скучновато бить но не знаю чего такое вот не знаю они крутятся как-то вот наносят урон блин ну как их мочить во первых непонятно без урона особенно если их толпа то есть тут чисто напрашивается само собой усиление экипировки и тупо превращение персонажа в танка дабы эти самые колесники никакого урона ему имеется ввиду персонажу нанести не могли то есть вот так видимо надо их проходить чтобы как бы особо не напрягаться но потому что но вы видели сами когда три вот этих вот самых колеса появляется то есть тут даже нельзя не двойные прыжки не вот эти вот заходы по воздуху как-то нельзя применить так чтоб тебя прямо ну урона не нанесли есть возможность уровне которые были до этого пройти абсолютно чисто без сучка и задоринки без применения всяких там вот этих вот полетов во сне и наяву колесо ты просто не можешь вот так вот дошнуть вот имеется виду дашь это вот так вот перемещаться то есть вот например от этого воина с которыми сражался можно задашить как бы да и уйти от него в игре нету кнопки блока возможно и и нету только на этом персонаже может быть она есть на других не знаю не могу ничего сказать по этому поводу но вот колеса колеса вот видите я пытаюсь задашить но натыкаюсь натыкаюсь нагрыбанное колесо и получается его можно поверить и только по воздуху но как ты перейдешь по воздуху если колеса будет три ну или хотя бы даже два вот как хрен его знает в общем как это сделать понятия не имею вообще не малейшего но кстати у меня меньше жизни стал эту броню эту отдел которую предложили после уровня от колеса можно убежать она не может катиться вечно нашел нашел какую-то слабую сторону в механике нападения этих колесников мизантроп ну блин увидите видите что творится ну вот тоже о чем я вам и говорил задашиться нельзя по воздуху но по воздуху толку ты куда приземляться будешь если три колеса на тебя напала ну как ты приземлишься а а а все всех завалил выпил правда один флакон жизни вот это вот неприятный момент неприятный момент да что там далее далее кольцо какое-то но я не почитал ни хрена что она дает это кольцо я представляю какой тут босс будет а знаете вот почему-то мне кажется какой тут будет босс босс будет скорее всего гигантское колесо вот стопудово под блин у меня просто я не знаю хватит ли терпения дойти до босса но стопудняк это будет гигантское колесо вот попомните мои условия надо вот я уверяю вас реально будет босс гигантское колесо появился волшебничек но это такой мини боссик вот с которыми сражался он вызывает черепа но только черепа очень маленькие и механика вызова черепов отличается от босса из второй главы или там как правильно под главы как она опять 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 волшебник только ему уже на этот раз помогает два колесника механика немножко усложнилась разработчик решил колесников добавить на карту не знаю на каком движке выполнена игра может быть это unity но смотрится смотрится все это интересно точнее простите играется интересно как смотрится это уже вам решать это не мне решать как она смотрится потому что игровой процесс дата затягивает по сути как это смотрится я не могу вам сказать так как со стороны это не вижу папа надавали мне тут однако настреляли ай-яй-яй-яй поели успел ели успел колесо пока не раздавила выпить фляжку с жизнями а то бы мог и встрять чего чего не по-детски мог встрять готова перса качаю как это все вот какой то тут открыт алтарь тьмы что за алтарь ну-ка давай глянем что это за такой алтарь опа алтарь тьмы алтарь of darkness и также у нас еще открыт босс файт это битва с уже пройденными боссами вот пожалуйста вот этот босс открыт этот босс вот мы вышли из режима боссов и заходим куда куда мы заходим где мы только что были вот здесь вот он алтарь тьмы что это за хрень ну-ка зайдем рискнем вспомогательных предметов нету только два флакона жизней идем в неизвестность ребята опускаемся в тьму опускаемся туда где не светит солнце где есть только опасность и и полная ой-ой-ой я понял алтарь тьмы дает нам возможность сразиться с врагами и их вариациями это враги которых мы побеждали ранее как я понял так вот я победил кого-то тут меня качнули видимо да видимо меня качнули нажимаем дальше и смотрим что будет дальше капитан очевидность в чате зашел так а это статуи каменные оживляются и эти статуи сражаются после оживления с нами для того чтобы мы наверное лучше изучили механику испытали себя на прочность но как-то что-то как-то тяжеловато было ребятки тяжеловато жмем дальше не остываем смотрим к чему это все приведет нас так алтарь тьмы на этот раз предлагает нам двух врагов один маг и один мечник да правильно я угадал или не угадал все таки крепкий крепкий юноша попался не просто не просто будет с ним разделаться это усиленные все же ребята усиленные версии врагов это не просто враги которых мы прошли в алтаре тьмы и здесь враги чуть ли не как боссы у них большее количество жизней чем в обычном режиме имеется в виду чем в компании которую проходишь ну и зарабатываем мы некий даст это материал я думаю для прокачки либо брони либо может как-то нашего персонажа вот обратите внимание в алтаре тьмы сколько тут различных вариаций этих самых схваток просто какое-то запредельно огромное количество различных ситуаций в которые мы можем так кольца тут у нас тут все по 27 чё по броне вот чё по броне давайте автоэкип нажмем копочки предлагают сапожки экипировать а это у нас что так жизняк можем качнуть да экипируем сапожки какие-то крутые которые тоже можно качнуть все таки мне предлагают все таки мне предлагают вернуть старую броню я неправильно оделся автоэкипировка предложила мне другую конфигурацию но я так как не вникаю в различные характеристики во-первых потому что это все на английском во вторых потому что мне не хочется этого делать а в третьих потому что повторюсь меня интересует сам игровой процесс может у меня интересует вот бы понять еще как с пассивками с этими чё как вообще что делать как это все какие тут вариации не понимаю нихрена так базовая тоже тут непонятно что тут усиливается как тут он на чё качается вообще непонятно вот маленько видите если захочешь вникнуть таки не вникнешь тут пойди разберись тут как она с этой эти составлять что это такое ну просто видимо перст не очень прокачан так мы хотели что мы хотели с вами вообще мы хотели в компании дойти до босса этих самых колесников до босса колесников давайте дернемся попробуем это сделать не знаю что из этого выйдет будем пытаться уже пол чашки чая выпил пока играл тут были ну что это творится такое помимо колесников так еще тут люди и из-под земли из-под земли появляются колья на которые мы можем наткнуться но также на эти колья может и наткнуться и враг я уже проверял ребята вражина натыкается на эти коле тоже с большим удовольствием и кайфует после того как наткнется кайфует почему потому что при натыкании на коле заканчивается его мучение он наконец-то может спокойненько отправиться к себе в преисподнюю туда откуда он и вылез какой крепкий мужчина попался мне загнал я его на колья но он по-прежнему по-прежнему упорно не желает подыхать этакий шалун так 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 давай 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 ну ох хорошо как мы ушли от такого удара смертельного раз два три об ушел красавчик красавчик хорошо неплохо ухты я даже заработал комбуху из 10 ударов фигасе 12 ударов 14 ударов комбуха ребята множится не по дням а по часам 32 удара комбо из 32 из 33 35 ударов прошу обратить внимание комбо не остывая их все остыло не знаю там какое было максимально не успеваем но тридцатка с чем-то было не знаю мог ли я до этого такое вытворить или нет ну просто на мобах просто герой вот бэтмен самый настоящий но на боссе как вы видели истинное терпение истинное навык вот он был как бы так мягко говоря не очень сильно на высоте ой-ёй-ёй-ёй-ёй сам в нокдаун шел надо быть внимательнее что ж ты тут скажешь а я просто как берсерк просто тупо как берсерк атакую и все и мне вас как-то вразумит блин выпил склянки с жизнями где купить новые склянки жизнями не знаю ой 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 я хочу маму бабушку и деда подлые вы колеса давай 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 ну ну что ты что ты что ты скотобазыч а я тоже уворачиваться могу блин а хренеть какие эти подлые колеса тут я на босса намылился не могу даже пройти несчастные предбоссовые стадии так давайте позлим еще раз этот пол чтобы он колеса наши побил ну давай пол срабатывай мизантроп колесо смотрите какое умное она не идет не идет туда куда хивы заманивая она живет своей жизнью так экипировочку нам предлагают сменить меч наконец-то неужели мне дали новый меч мамма миа санта лючия этого не может быть просто так тут качнули мы руну везение по моему это даже не знаю как докажись везение это блин ребята точно не знаю так идем дальше вот с новым мечом повеселее как-то все это не хочу качать мечи понимаете вот зарабатываешь до бабки а жалко их тратить потому что я же прекрасно понимаю что дальше будут мечи еще имбовее еще сильнее что будут мечи настолько имбовые что с одной плюхи будешь этих боссов выносить и вот как раз эти бы мечи которые имбовые которые будут потом вот их бы качнуть вот это да вот это была тема а так качать вот это то что выпадает на 2 на 3 главе вы видели что там на данный момент разработчик успел напилить 8 глав ну как бы блин на начальных главах братья качать оружие тем более добывалась эта валюта за которую можно прокачать да и запцацки с помощью которых можно включать тоже непросто вот восьми даже хотя бы того же босса потного которого я заколебался проходить этими с волочами о 40 40 смотрите смотрите что творю что я вытворяю блины 40 чем-то было это цепочка из ударов надо только наблюдать за жизнями не забывать сверху сверху колеса летят летят эти чувачки обычные мобики да с мобами конечно некоторыми сражаться блин не просто да они как бы сыплются от обычных ударов но опять же опять же сыплются они как сыплются очень долго и нудно может быть поэтому становится маленько скучно с этими колесами именно против колеса на воевать не просто сражаться с ними в этой игре вот опять эти колеса долбаные не ум не уворачиваемые не пробиваемые не убиваемая дай конечности вот так вот подпалю подпалю колеса уже нервы просто не выдерживают вместо того чтобы на босса потратить бомбы я потратил на эти колеса долбаные оп-оп мизантроп ну вот видите что творится не в состоянии не в состоянии это колесо конченая несчастная нанести значимый урон но вот она нудная такой вот нудный моб с которым скучно сражаться и сам толком нанести урона не может и не дает это сделать игроку так уперлись мы дам тут сперва всегда надо помнить о том что надо разобраться с бойцами дальнего боя чтобы лучники не дурили нам голову опять это колесо долбаные вот она пытается что-то там вот видите опять такая ситуация как я вам говорил прыжками его пойти нельзя перекатами вот я на ваших глазах буквально подпрыгнул только единственное что двойной прыжок нельзя но опять же ты летишь ты прыгаешь какую-то определенную сторону колесо туда может легко подкатиться то есть получается это враг которого нельзя заблокировать или задашить задашить это значит увернуться от него при том как она или он колес колесо колес почему потому что там сидит какой-то монстр я так понял мужского пола раз первичных признаков которые указывают на то что он женский так вот чтобы уничтожить его давайте так колесо вот чтобы уничтожить его можно от него увернуться но увернуться от него нельзя то есть оно бьет вас по что-то 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 делаешь что ты делаешь ну получай, магия, магия, как тебе с магией что ты будешь делать эй нет братишки ни в коем случае я не буду кидать в тебя никаких зарядов это все на босса пойдет босса примусно я тут уже вряд ли пройду и так мы уже с вами больше часа сидим уже глаза устали блин если честно так апнули апнули мы уровень опять автоэкипировка нам не предлагается значит ничего ценного значит ничего ценного так это глава уже хрен знает какая по счету мы все идем идем и идем бесконечно вот он босс наверное ребята вот он босс эпичный супер сильный мега босс с двумя клинками засранец которого мы заслужили засранец от которого невозможно увернуться пока что с ним делать я не знаю вот возможно придется по воздуху от него уходить возможно даже исключительно по воздуху от него по-другому не так может быть такое так задамажили вот еще задамажили смотрите он получает уровень огня children собака профессор ооо ребята придется мне судя по всему пить барышку с жизнями срочно причем ах ты пес макия вот на, лови о, смотрите, как я ему нахерач ой, е-е-е а, вы помните, что я вам говорил? что это будет бос-колесо я ошибся ошибся уход, уход, уход блин, еще одну склянку житухом не выпил а что делать, он же бьется агрыша, он же бьется о, ребята, тухляком пахнет пахнет тухлячком что с ним называется? а что это с ним делать а как быть а как его победить а что а уворачиваться облечить нельзя а уворачиваться тоже нельзя магия, 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 магия магия наш друг в этом боссе изъявном о, он достает он достает ну, вот я ему не знаю как уворачиваться от него я могу бесконечно но как нанести ему урон без понятия даже я же не могу просто уворачиваться мне сражаться с нами да опа смотрите он еще оказывается и прыгать может ну тут я уже сам на клинок сиганул да это это будет капец это будет очень это будет очень непросто предлагают нам опять улучшить мастерство каким образом я не знаю вот это вот что тут надо расставлять руны как-то видимо да руна силы экипируем руна силы экипируем руна силы опять экипируем Здесь мы экипируем, допустим, руну защиты, руна ХП и еще одна руна ХП, пускай будет. Вот этого я не делал раньше. Так, это XP бонус, бонус золота, значит, экспу. Здесь мы тоже что ставим? Пускай экспа будет. Ну и здесь будет, пускай, золото. Так, это мы экипировали нашего перса. А здесь что? Что у нас здесь имеется? Тут какие-то бонусы, связанные с владением мечом. Ну, пускай будет. Экипируем, автоэкипировка тут не понадобилась, потому что мы это сделали самостоятельно. Опять же, непонятно, что еще за вкладки были. Вот это орды наши, вот это предметы. Предметы. Надо как-то включить окно персонажа и зайти в предмет, который дает нам возможность вставить склянку с жизнями. Да, вот я все-таки добрался до этого финального босса. Ну, по квестам можно собрать. А, вот еще сундучок какой-то тут золото опять же какое-то проскакивает. Скиллы, слова, непонятные мне. Вот я, судя по всему, накладываю апгрейд на технику владения мечом. Вот уже начинаю немножко въезжать, немножко врубаться начинаю. Автоэкипировка опять не работает, потому что якобы на нас уже есть какие-то крутые предметы. Тут можно сделать ассент. То есть, я понял. Значит, невостребованные сапоги можно применить для создания новых сапог. Судя по всему, это так работает. Так, нажимаем кнопочку Confirm. Автоэкипировка опять не работает. Дальше. Давайте пробовать. А, что такое, что творится? Ну, давай еще какие-нибудь сапоги туда запихаем. Нифига не работает, да? Ладушки. Так, автоэкипировка опять не фурыкает. Так, пустой слот получается вот у нас сбоку. А как его заполнить? Непонятно. Так, ну давай это проапгрейдим, посмотрим. Что-то видите, вот я уже мучу что-то с вещами. Получается что-то такое. Требуется уже для перековки материал. Что пишут? А пишут, что типа материала не хватает для перековки? Или что? Нельзя применить предмет с магическим бустом. Что за хрень? Что они от меня хотят? Непонятно. Короче, пошли лупиться дальше с боссом. Сейчас я с тремя склянками. Как зайду сейчас? Как зайду уже сейчас? Если я уже зайду, то я уже не знаю, что будет. Сейчас все тут зальется этой черной нефтяной кровью. Этих мобиков несчастных. Все, с мобами разобрались. Босс, которого нужно перепрыгивать, как мы помним. И я перевел его в иную стадию его атаки. То есть он уже начал там сверху что-то пытаться на меня выскакивать. Ай-яй-яй. Сферы с магией. Блин, ну что-то как-то, смотрите, вообще как-то... Я как-то совсем-совсем слабенько. Совсем слабенько ему урон наношу. Ах ты ж, падла ты такая. Видали, что он сделал, уродец этот? Ай-яй, вот ну не сволочь. Да ты же видали, что делается, а? Да. Так, каши не сваришь тут. Не сваришь, падла, каши с тобой. А, так он, посмотрите, его и перепрыгнуть уже нельзя. Он клинок поднимает так, что его козла уже нельзя и перепрыгнуть даже. Вот бывает такой момент, когда он вверх, вверх эти свои клинки вскидывает и нельзя ничего с ним сделать. Он поднимает мячи вверх. И все. Я знал, я знал, что он появится, поэтому начал прыгать заранее еще, когда его даже не было на горизонте. Дурачка этого подлого. Ай, ну что ж ты делаешь? Ну дай реабилитнуться, собака ты подлая. Суплая, подлая собака. Так. Блин, все экипировку светят. Вот что вы мне экипировку светите, а? Что, опять надо? Давай попробуем что-то с клинками сделать. Нет, не получится. Нельзя, нельзя клинки переработать. Почему-то. А почему нельзя? Автоэкип не работает. Вот клинки не могу перековать, потому что нет нужного количества клинков определенного класса. Попробуем с кольцами что-то выкружить. Давай попробуем. Получилось новое кольцо. И что? Автоэкип. Опачки, кольцо сработало. Видите, сила. Сила атаки увеличилась. И защита незначительным образом тоже поднялась у нас. Хорошо. Это кольцо. Это кольцо нельзя применять. Дальше. Это. Тоже нельзя. Ладно, давай пробуем. Перековывать. Давай пробовать перековывать. Как-то может быть получится что-то у нас с шлемами. Нет? Глухо. Вот на броню. На броню у меня. Есть надежда, но нифига. Почему-то зеленые стрелки показывают нам, что типа с этой броней можно что-то сделать, но, видать, имеется в виду увеличить уже имеющиеся характеристики брони. Которую без перековки можно, как бы, апать. Так, это у нас что? Вот какая-то тут тренировка. За тренировку что-то тут будут давать какие-то материалы, но нам это неинтересно. Мы хотим босса бить. Мы хотим упорно бить босса. Получать от него по мордахам. И снова и снова на него нападать. С приспешниками, с мобами это просто идет как по маслу все. Без усилий абсолютно. Но этого бычару, как заводить, я пока не имею ни малейшего понятия. Уходить, пытаться от него и, может быть, как-то держать на дистанции с помощью заклинаний. Но так, опять же, действует ли заклинание, если не наносить никакого урона? То есть, будет ли оно накапливаться у нас? Вот сейчас, да, прошло заклинание. Все три удара из заклинаний по нему прошли по дурочку. Как это будет в дальнейшем работать? Вопрос. И будет ли работать вообще? Да, я эту собаку сутулую. Смотрите, все-таки наношу урон и ухожу вообще запросто. Да, получаю сам по дурке. Потому что отвлекся на количество жизней. Посмотри, сколько осталось. Вот, сербанул маленько. Оп, опять появились эти заклинания. Оп, ушел. Оп, урон нанес. Оп, опять ушел. Мастерский уже. Почти половина полоски его первой отнял. Отнял хорошо. Вот все, пол полоски уже отнял козлу. Ой, вот это мразин, конечно. Сколько огромное, какое количество жизней отнял. И опять же, опять же, то заклинание, на которое я хотел сделать ставку, Оно не обновлялось уже в длительное время. Как хорошо. Я нокаутировал этого придурка опять. Ай-яй-яй. Блин, ребята, мне очень нравится это. У него что, три полоски у этого скотобаза? Или это уже последняя полоска? Я что-то понять не могу. Оп, ушел. Ах ты, скотина, поймал, поймал все-таки. Блин, я что-то не понял. Вроде одну полоску я у него отнял. У него что, еще одна была? Не понял я, юморок. Интересно, интересное кино. Странно. Очень странно. Итак, что мы имеем? Может, он как-то хиляется? Как он вообще действует? Ай-яй, ну не сволочь ты, а? Подлая тварь. Пошел в жопу, козлевич. Пошелочку. Вот тварь. Вообще, вот этот раз как-то слабенько что-то совсем получилось. Что-то как-то вообще никак. Ах, промазал. Полубырек. Хе-хе-хе. А, я уже и не стараюсь в этот раз так чисто. Да, походу у него три полоски. И светлая, такая потемнее и основная. То есть, он на трех полосках. Да, я не стараюсь. Я не стараюсь, ребята. Это просто тут, во-первых, у меня жизни нету. Имеется в виду склянок с житухами. О, видали, как он появляется вообще внезапно. Насколько он внезапен и опасен. Ох, блин, я его задамажил. Надо было добивать. Ну, точнее, не добивать, а наносить урон ему. Так. Посмотрим экипировку. Экипировку. И добавим склянок с жизнями. Если это можно сделать. Так, нету. Нету. Идем в магазин. Так, это не то. Костюмы это. Это не то. Тир-1, 2, вот здесь костюм. Так, я не в ту степь полез. Тут, походу, все за бабки. Вот здесь. Да, видимо. Это так. А, вот и ни хрена. Так. Давай смотреть, что тут имеется. Это что такое? Вот это вот что? Это какие-то билеты. Билеты. Для магазина. Давай это... Так, где-то я видел этот магазин, где можно эти билеты применять. Мистический магазин. Ну-ка, это что такое? Магический артефакт. Скилл критического шанса. Хрень какая-то непонятная вообще. А тут, я так понял, можно билеты тратить на мечи. Ну, давай попробуем. Давай попробуем потратить на мечи. Где-то тут самый нижний, по-моему, тут был, да? Так, раз. Вот, купил один билет, да? И идем в мистический магазин, покупаем меч. Вот, мы купили меч. С уроном в 60. Идем куда? Сейчас идем в экипировку. И автоэкипировка не срабатывает. Значит, меч хреновый. Вот он, новый меч наш. А тот, который у нас, 59 единиц урона у него. Ну, надо, короче, попробовать еще что-то прикупить. Может быть, повезет в другой раз. Итак, сперва мы идем в магазин. Самая нижняя вкладка. И приобретаем эти билеты. Так, эти все приобрели. Тут дальше идет что-то по рунам. Тут разбираться надо. Что и как. А это что? А тут за бутылки какие-то. Ну, давай за бутылки купим. Это что за хрень непонятная какая-то? Что это такое вообще? Что это такое? Еще не понимаю. Что я делаю здесь? Что происходит? Сейчас мы затаримся, ребята. Идем опять в мистический магаз. И покупаем жестко, закупаемся мечами. Может быть, хотя бы один из них окажется хорошим. Так, здесь еще. Мы тут покупаем сапоги. Хорошо, купили. Так. Стоять. Не в ту степь залез. Так, ну теперь давай в экипировку. Автоэкипировка. Вот, мечонок. Почему-то нам предлагают вот этот меч. Это меч-молния какой-то. Так, все. Типа у нас все совершенное оружие. По сапогам тут. Нифига не получается. Я имею в виду в плане того, что перековать их нельзя. Вот тут пишут нам что-то. Недостаточно чего-то там, для чего-то там. Короче. Сейчас я пойду с этим новым мечом. Опять схожу на босса. Конечно, что-то мне подсказывает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но, тем не менее, попытаемся. Как работает меч на мобах? Тестируем. Не так, как хотелось бы работает. Медленно работает. Почему-то закрыты слоты с бутылками с жизнями. А, мы же отправлялись вообще, чтобы бутылки с жизняком купить. Но так и не купили. Ой-ой-ой-ой, что он с нами удовлетворяет. Это надо записать в слабо и отправить в программу сам себе режиссер в рубрику слабо. А вам слабо так над игроком поиздеваться. Какому-нибудь разработчику прислать и сказать. А ты можешь создать настолько потную игру, которая вот так бы издевалась над игроком? 2D-шную с 3D-вкраплениями игру. Так, смотри. Сейчас возвращаемся опять в магаз. И ищем, где можно купить. Жизни. 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 Так, флакончиков с житухами я не наблюдаю. Только вот паки какие-то тут и не более того. Глухо. Вот в этом магазине конкретно глухо. Ну а мистический, мистический, как вы видите, тут исключительно идет он по экипировке. Здесь паучиха вообще непонятно, чем торгует. Да, печально, печально. Жаль, что нельзя приобрести. Жаль, что нельзя приобрести банки с жизнями. Может быть, стоит сходить в алтарь тьмы, помахаться тут и таким образом подзаработать себе этих самых банок, склянок с жизнями. Продолжение следует. Был. Продолжение следует... Продолжение следует.